Привет! Нас часто спрашивают, с чего начинают свое знакомство с норвежским кино. Мол, мы вернулись недавно из путешествия, видели фьорды, вдохновились местным дизайном и модой, попробовали северную кухню и складывается впечатление, что и кино у норвежцев должно быть на уровне. Наш ответ – твердое «да», чутье вас не подводит. В Норвегии умеют снимать все – и зрелищные блокбастеры, и тихие фестивальные картины, и комедии-однодневки про жизнь местных кирлингистов. Мы собрали пять, на наш взгляд, наиболее интересных фильмов, снятых в этой стране за последние 8-10 лет, с которых, опять же, на наш взгляд, стоит начинать смотреть не только норвежское, но и вообще скандинавское кино. Пятое место в нашем списке занимает социальная антиутопия «Неуместный человек». Ее снял режиссер Йенс Лиен, по сложному списке которого всего несколько полнометражных работ, и «Неуместный человек», пожалуй, самый известный. Это очень символичное кино про некое зазеркале, где царит всеобщее благополучие, чистые ухоженные улицы, безупречные условия для жизни и работы, но не хватает одного – подлинных чувств, эмоций и даже еда не пахнет. По законам жанра, главному герою подобная альтернативная реальность не понутру. Если в первой половине фильма он растерянно пытается адаптироваться в этом мире без чувств и запахов, то во второй принимается за решительные действия. В картине есть несколько натуралистичных сцен, что вообще свойственно для северного кино, так что будьте к этому готовы в самый неожиданный момент. Ну а фильм обязательно понравится всем поклонникам Роя Андерсона, Мишеле Гандри и всем, кто без ума от фантасмагоричной драмы «Быть Джоном Малковичем». На четвертом месте нашего топа – «Тот, кто любил Ингви». Драма про норвежскую глубинку, 80-е, панк-рок и однополую любовь. Главный герой, 17-летний Ярли, живет жизнью обычного подростка. У него есть девушка, друзья, собственная пангруппа, типичные для его возраста переживания и надежды. Но однажды все это меркнет с приходом в класс новенького. Ингви вместо панк-рока слушает синти-поп, играет в теннис и, в отличие от друзей Ярли, скромен и незаметен. Эта встреча в корне меняет внутреннюю жизнь Ярли. Он пишет, кажется, самую проникновенную песню в своем творчестве, мечтает объясниться в чувствах, но внешне остается все тем же – лихим панком, ради патажа, готовым написать на лбу слово из трех букв. У фильма эффектный финал. Обязательно досмотрите до конца, особенно если вы поклонник Joy Division. Третье место у черной комедии «Крафт-идиотен», выходившей в российском прокате как дурацкое дело нехитрое. Фильм оценит все поклонники братьев Коэнов и Тарантино. Отменный черный юмор, множество нелепых смертей на фоне вечной норвежской зимы и уже упомянутый нами натурализм. В роли бескомпромиссного водителя снегоуборочной машины – швед Стеллен Скарсгард, которому очень удаются роли напрочь отмороженных мстителей. В этом фильме он с каменным лицом и в одиночку мстит местному бандитскому синдикату, что твой Данила Багров. Ну и совершенно невозможно пройти мимо сатирической составляющей фильма. В нем высмеиваются многие реалии норвежской жизни – от тайских жен и восточноевропейских мафиози до бестолковой полиции и особенностей местного климата. Если все это вам близко и понятно, смотрите не раздумывая. Дурацкое дело нехитрое. Второе место у экшн-детектива «Охотники за головами», снятого по сценарию ЮНЕСБЕ. Возможно, самого популярного норвежского автора детективов. Сюжет максимально прост. Один преступник гоняется за другим, полиция бессильна. Все это как водится с обилием жертв и кровавых подробностей. Смотрится, впрочем, все это на одном дыхании. В фильме много неожиданных сюжетных поворотов, довольно смелых сцен, на которые точно не решились бы голливудские режиссеры и первобытный драйв азиатских боевиков. Обязательно приглядитесь к актерам. А Николай Костер-Валдао – это тот самый, кто играл Джейми Ланнистера в «Игре престолов» и Аксель Хенни, одновременно напоминающий Кристофера Вокена и Стивы Бушеми. Итак, «Охотники за головами» – наше второе место в рейтинге самых ярких норвежских фильмов для тех, кто ничего не знает про скандинавский кинематограф. И на первом месте – комедия «Север», сценарий которой написал самый известный норвежский писатель современности Эрленд Лу. «Север» – это история нескладного увольня алкоголика Йомара, пересекающего на снегоходе полнорвегии, в надежде увидеть свою неожиданно объявившуюся подругу и их общего ребенка-первенца. Смешное, доброе и типичное скандинавское кино про одиноких жителей Севера, ищущих друзей в каждом встречном незнакомце. Для «Скандинавия Клаб» – это знаковый фильм. Именно с его, показывая в 2011 году, началась история клуба. И именно его мы показывали на открытии нашей резиденции на Таганске в ноябре 2013-го. Спасибо за внимание, смотрите хорошее кино, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими видео с друзьями. Спонсор выпуска – интернет-магазин «Корди.ру», где всегда можно подобрать себе новый рюкзак или купить классный про скандинавский подарок. Ни пуха, ни пера. Хейдо.